Ну и наконец пришла пора напомнить о том, что в соседней студии уже находится наш гость. Человек, у которого в свое время тоже были непростые отношения с советской властью. Итак, председатель Госдумы по международным делам, известный дипломат, один из создателей и лидеров блока «Яблоко», доктор исторических наук, профессор Владимир Лутин, уже беседует с Андреем Максимовым. Если у вас есть желание присоединиться к их беседе, то можете звонить по телефону прямого эфира. 238-18-36 и 238-35-51. Доброй ночи всем, кто нас смотрит. Ко всем тем титулам, которые сейчас сказал мой коллега Костя Цивилев, о моем собеседнике, я прибавил бы еще один. Это человек, Владимир Петрович Лукин, это человек, который умеет говорить просто и понятно. Это уже известно, потому что вы ни первый, ни второй раз даете интервью. Поэтому я хотел бы с вами сегодня поговорить про какие-то международные проблемы, наиболее важные. Но именно как обыватель, или если вспомнить, что вы родились на Третьем Мещанской улице, как мещанин в таком широком смысле, нормальном смысле этого слова. Потому что все время возникают какие-то вопросы, и не у кого спросить. Вот мы вас пригласили, чтобы вас спросить. И первое. Вот вы знаете, мне кажется, что все последнее время всю страну приучали к необходимости бороться с продвижением НАТО на восток. Я никак не могу понять, почему нужно бояться НАТО, с одной стороны. А с другой стороны, я никак не могу понять, почему руководители огромного количества стран, прибалтийских стран, Польши, Румынии, хотят в НАТО вступить, а мы почему-то с ним боремся. Я думаю, что эти вопросы, которые возникают не только у меня, вот я бы хотел, чтобы мы начали бы с этого. Ну, во-первых, я не родился на Третьем Мещанской, я родился в Омске, я был перевезен в нежном возрасте на Третьем Мещанскую. Выросли, да. Но тешусь я, мыслюсь, что я вырос настоящим мещанином и готов беседовать с вами в этом куче. Да, как мы с вами с вами поговорим. Да. Что касается, давайте так, мещанин с мещанином и еще Третьем Мещанского, всего на троих. Ну, самое трудное для человека, который занимается какой-то профессией, это говорить легко и просто и коротко о своих профессиональных делах. Помните, как замечательный поэт Самойлов сказал, та пушкинская легкость, в которой тяжесть преодолена. НАТО. Почему прибалты хотят? Почему надо бояться НАТО? Почему мы ругаемся? Бояться НАТО не надо. НАТО не будет с нами воевать. Это мое глубокое убеждение. НАТО не будет с нами воевать не потому, что НАТО преисполнен доброты и милосердия и непротивления, а потому что НАТО прекрасно знает, что мы хотя и ослабленная, но ядерная держава. А воевать с ядерной державой нельзя по определению. Но НАТО – это крупнейшая военная машина в мире с большим отрывом. НАТО – это самая серьезная сила в силовом, при силовом смысле слова. НАТО выбрал стратегию расширяться и увеличивать число своих членов, постепенно приближаясь с запада на восток к нашим границам. НАТО не приглашает Россию. НАТО не приглашает Россию? НАТО не приглашает Россию. Хотя, в принципе, там раза два ведущие люди НАТО говорили, что в принципе они этого не исключают. Вот все это, согласитесь, вызывает какое-то неуютное чувство. У каждого обыкновенного мещанина. Во всяком случае, должно вызывать такое чувство. Но если они не будут все равно с нами воевать, ну пусть приближаются. Понимаете, между войной и добрососедством существует очень большая гамма разных давлений. Невоенных, околовоенных, полувоенных и так далее. Вот если у нас будет холодный мир, если будет такая гамма давлений, когда все рычаги будут с другой стороны, это, согласитесь, не очень приятно и не очень выгодно для нашей страны. Другое дело, что мы сами должны делать так, чтобы их не было. Это проблема серьезной политики. Я бы предпочел, чтобы безопасность у нас была другая. Я бы, знаете, простую вещь предпочел, чтобы тот договор, который был заключен недавно в Париже, вот примерно такой же, был заключен между НАТО, ныне существующим, и Чехией, Венгрией, Польшей, Прибалтикой. Но они, наверное, не захотят. И России. Вот согласитесь, что если бы это было все сделано, а с механизмом консультации, совместными действиями, совместными консультациями по, если возникнет какая-то кризисная ситуация, там, где-то в Югославии, где-то в Албании и так далее. И не расширяясь, постепенно сближать, постепенно насыщать мясом вот этот скелет механизма и создавать безопасность. Не пошли они этим путем. Поэтому я и говорю, тем путем, которым они пошли, это ошибка. Потому что, посмотрите, они говорят, что в Европе не должно быть разделительных линий. Мы говорим, они говорят. Вот что в результате решения о расширении НАТО? Произошло это или нет? Или наоборот? Возникло 5 или 6 разделительных линий между членами НАТО и теми, кто толкается у входа. Между тем, кто толкается у входа, сколько их будет? 3 или 5, начинается нервотрепка и так далее. Между теми, кто толкается, и второй линией, которую пока не принимают, но говорят, потом примем. Между второй линией и той же Прибалтикой, которую вроде то ли примут, то ли не примут. Украина. Украина и Россия. Понимаете? Это не та единая Европа без границ, о которых мы говорили в 90-м году. Вот почему я говорю, что это ошибка. Это не война, это ошибка серьезная, которая не содействует тому, чтобы мы жили хорошо. Давайте послушаем. Мы сегодня задавали вопрос, спрашивали, какие вопросы хотели бы задать вам москвичи на улице города. Там наверняка есть вопросы про НАТО. Давайте послушаем эти вопросы. Хотелось, чтобы наша страна, Россия, имела авторитет и чтобы к нам больше присоединялось, чем отходили блок НАТО. Что нужно делать, чтобы присоединялись к нам, а не к НАТО? Я думаю, что, во-первых, неправильно, чтобы присоединялись к нам, а не к НАТО. Мы не хотим оголять ни Америку, ни Германию и так далее. Нужна единая система безопасности. А вот чтобы люди к нам стремились, это от нас зависит. Ведь сейчас от нас отсоединяются не потому, что мы очень хорошие, мы очень богатые, мы привлекательные. Мы должны привлекать людей. Чтобы к нам привлекались, мы должны привлекать. Это значит, у нас должна быть экономика такая, которая привлекает. Вот посмотрите, Америка, разве она насильно держит, скажем, Пуэрто-Рико около себя? А Пуэрто-Рико держится? Гавайи присоединила? Нет. Америка присоединила тем, что люди знают, что там лучшее жизнь. Ну, правда, хорошая жизнь не присоединяется. Так вот, давайте пока займемся не криками, не размахиванием кулаками, а давайте наладим свою жизнь лет за пять, за шесть, за семь. И вы увидите, как те же самые наши соседи начнут тяготеть к нам. Не в том смысле, что они скажут, давайте опять провинциями будем. Это унизительно для многих. Но фактически, реально, они будут жить вместе с нами, и мы не будем замечать, где у нас там границы проходят. Это главное. Вторая проблема, которая, может быть, сейчас еще будет телефонный звонок про НАТО, я не знаю, вторая проблема, которая, скажем, я думаю, интересует не только меня, почему Польша не выдала нам Станкевича? Я сейчас не говорю о том, виноват он или нет, но вот прокуратура возбудила уголовное дело, мы обратились к Польше, которая взяла его в тюрьму, и, в общем, было такое ощущение, что вот-вот нам его выдадут, как было многократно, когда преступника выдавало. Этого не случилось. По какой причине на вас ждут? Ну, я думаю, что более чем по одной. Во-первых, у нас, насколько мне известно, нет с поляками специального соглашения о выдаче. Поэтому этот случай должен рассматриваться особо. Во-вторых, Станкевич – это довольно известная политическая фигура, которая известна и у нас, и, кстати говоря, известна в Польше, потому что Станкевич был руководителем комиссии в Государственной Думе по связям с Польшей межпарламентским и так далее. И политики, конечно, очень тщательно смотрят на этот вопрос. Что касается того, надо его передавать или не надо, мне сказать очень трудно, потому что я не знаю материала, я никогда не люблю говорить о том, виноват человек или не виноват, не зная материалов. Конечно, не в пользу Сергея Борисовича, говорит, то обстоятельство, что как только у него исчез иммунитет парламентский, он уехал за границу. Но это все, что я могу сказать. Тут нужно расследование. Давайте послушаем телефонный звонок. Да, тем более давно уже на проводе. Юрий, педагог из Пущино. Юрий, пожалуйста, вы дождались, говорите. Добрый вечер, Владимир Петрович. Добрый вечер. Мы вас помним в Пущино и ждем иногда. Спасибо, я приезжаю. У меня такой вопрос. Как на ваше мнение, по вашему мнению, с правовой точки зрения голосования депутата в государственной Думе за отсутствующих? Я лично считаю, что принято таким образом решение незаконное. Спасибо. Не совсем с вами согласен. Я хорошо знаю практику во многих парламентах. Должен вам сказать, что в целом ряде парламентов в английском и американском люди очень плохо посещают. Но проблема голосования решается двумя способами. Если существуют жесткие политические фракции, то во многих парламентах голосуют просто лидеры фракции. Приходят и голосуют от имени своей фракции. Есть другой вариант, особенно когда система мажоритарная, то есть система отдельных округов. Тогда ты можешь не сидеть и не слушать все эти, так сказать, упражнения в красноречии, но к моменту голосования ты изволь быть тут, как тут. Причем голосования объявляются заранее. Заранее известно время голосования. Ты приходишь, голосуешь, как правило, по целому пакету вещей. И можешь опять идти к себе в кабинет, слушать. И зачастую оратора слушают два или три человека. Нам надо просто устрожить эту процедуру. У нас ведь половина, у нас половина по партийным спискам избирается, половина по отдельным избирательным округам. Надо принять решение. Либо фракции голосуют официально, и тогда вопрос решается. Либо все действительно должны приходить точно к сроку голосования. Скажите, пожалуйста, насколько вы свободны в том, чтобы высказывать свое суждение, раз уж мы заговорили о какой-то фракционной дисциплине. Вот вы сейчас говорите, вот вы рассказываете про НАТО, вы рассказываете про Станкевича. Это ваша точка зрения, или это точка зрения Яблока? Вы один из лидеров Яблока. Свобода, дорогой Андрей, это сложная проблема, как вы понимаете. Свобода человека проявляется в культуре, в культурной среде, в цивилизации. Ведь вот представьте себе человека, который бы сидел друг напротив друга и говорил абсолютно все, что ему придет в голову, например, о человеке, о ближнем. Разрушилась бы цивилизация, разрушилась бы культура. Ты подаешь руку утром своему коллеге и говоришь, ну, мерзавец, знаешь, с тобой вообще жить можно, работать. Может, наоборот. Стала бы какая-то замечательная жизнь. Цивилизация разрушится, потому что люди не смогут... Культура — это определенный тип формальных связей между людьми, в том числе и вежливых связей. Поэтому здесь есть вот такая ситуация. С одной стороны, если ты внутренне сам себя уважаешь, ты должен быть честен. С другой стороны, ты должен, если ты занимаешься политикой, любой общественной деятельностью, ты должен быть частью той цивилизации, в которой ты живешь. Ты должен уважать ее писанные и неписанные законы. Хотят или не хотят люди, я, вы, мы живем вот в этих обстоятельствах. Поэтому все, что я говорю, я говорю внутренне, честно и по убеждению. Вместе с тем я прекрасно внутренне сознаю, что я нахожусь в парламенте, что я нахожусь в политической фракции, которая придерживается определенных принципов, которая заинтересована не только правдой, но и какими-то своими общими делами, выживанием, там, политикой, какой-то тактикой. Все это неизбежно я учитываю. Но когда это приходит в противоречие, я выбираю всегда свободу. — Знаешь, Владимир Владимирович, если представить, что сейчас у экрана сидит человек, который вас никогда не видел, ну, вдруг, то он сразу поймет, что дипломат отвечает на вопросы, потому что вы это делаете с виртуозной, дипломатической, такой, как виртуозный дипломат. — Я пытаюсь говорить правду. — Мне бы не хотелось ее бросать, про то, что если бы люди говорили друг другу правду в отношении друг друга ко всему, то цивилизация разрушилась. А может быть, наоборот, если бы, ну, не знаю, там, месячник правды, вот все говорят друг другу честно, все, что они думают, и в том числе руководители государств говорят друг другу, то, может быть, было бы какое-то иное качество мира после этого наступило? — Это замечательная романтическая мечта. Боюсь, что этот месячник правды очень тесно слился бы, если бы он на практике осуществился, с тем, о чем покойный Юлий Даниэль писал, помните, с днем или месячником убийств друг друга на улице, понимаете? Есть замечательные мечты, которые должны быть в душе у человека, в грезах и так далее. Как правило, замечательные мечты связаны с преодолением цивилизации, в которой ты живешь. Но на самом деле цивилизация — это великая штука, дисциплинирующая штука. — То есть обман — это необходимая составляющая цивилизация? — Это не обман. Мы сейчас уходим далеко в философию. — Миф является обманом? — Да, отчасти, да. — Мистерия является обманом? Миф — это не обман на самом деле. Миф — это определенное описание жизни, описание схемы человеческого поведения, которого люди придерживаются. Вот миф о древнегреческих богах. Это на самом деле стереотип поведения людей, который предложен людям для того, чтобы они проводили его в жизнь, для того, чтобы общество не распалось, вело себя определенным образом, объединялось. Ведь что такое Зевс? Это объединитель тех людей. Его поведение, его быт — это культура греческого полиса. И так далее. У нас есть своя культура, религия. На самом деле общество не так просто создано, и человеческое поведение не такое простое. И это не ложь, когда человек, вот мы с вами сидим и говорим, кажутся какие-то банальности вежливые. Ведь когда мы здороваемся, говорим «здравствуйте», мы же не буквально говорим «здравствуйте», мы говорим друг другу, что мы собрались для того, чтобы вместе делать какое-то дело, жить, наконец, вместе. И так далее. Это не ложь. И без этого все разрушится. Это не ложь, а без этого распадется общество. Давайте послушаем вопрос. Костя, мы готовы. Пожалуйста, Борис, говорите. Добрый вечер. У меня вопрос по поводу расширения НАТО на Восток. Скажите, пожалуйста, не кажется ли вам, что Россия официально выступает против расширения на Восток по той причине, что те страны, которые намереваются вступить в этот альянс, раньше являлись странами Варшавского договора и пользовались нашим отечественным оружием. И если это произойдет, то они, соответственно, перейдут на систему американского вооружения. Мы проиграем рынок вооружения в Восточной Европе. Это одно из опасений, которые, конечно же, есть. Ведь мы с вами можем сейчас приобретать иностранную валюту, не одалживая ее при этом, только продавая, к сожалению, в значительной мере очень немногие вещи. Это газ, нефть, редкие металлы и оружие. А это нехорошо, но так мы скроены, и нам перекраиваться надо долго. Поэтому проблема поставок оружия – это очень острая поставка. Нас на рынке никто не ждет. Идет жесточайшая конкуренция. И с нашей стороны, и со стороны всех остальных конкурентов. Жесточайшая, часто не по правилам. Поэтому проблема расширения НАТО, вы совершенно справедливо говорите, и связанная с этим делом, связанная с этой проблемой. Хотя, конечно, в принципе, можно договориться о том, чтобы какую-то долю нам оставили. Но это очень сложный, жестокий разговор будет. Дмитрий Петрович, я теперь хочу вам напомнить, что ваша камера вон там, чтобы просто был контакт со зрителем больше. Еще вопрос, который я бы хотел задать, который наверняка волнует людей, это наше взаимоотношение с Белоруссией. Потому что у многих создалось ощущение, что мы начали объединяться, начали создавать нечто именно с Белоруссией. В этом месте какой-то элемент случайности. Ну, как бы они первые предложили, а мы первые согласились. И когда все это происходило на фоне разгона демонстраций в Минске и заявлений Лукашенко о том, что Гитлер плохой, но не до конца, и что в нем было много хорошего, то это задавало массу вопросов. Тем не менее, наш президент подписывал соглашения, не те, какие предполагал изначально. Чем, на ваш взгляд, вызван вот этот вот союз России с Белоруссией? Ну, союз России и Белоруссии вещь, конечно, совершенно естественная по многим причинам. Во-первых, потому что Белоруссия ведь как народ фактически не выходила из состава союза. И Украина не выходила. Украина как раз в большей мере выходила. Там и референдум было, и все прочее. А Белоруссия просто оказалась под рукой тут. Все уж расходились, и она разошлась. В Украине нет ощущения отдельности от России. То есть Белоруссия, извините, а не в Украине. Белоруссия в стране нет антирусских настроений. Пожалуй, единственная страна, где абсолютно нет антирусских настроений. Сейчас они уменьшаются в соседних странах. Но были, а там никогда не было. Поэтому и, наконец, Белоруссия в экономическом отношении наименее, конечно, такая страна, которая может наладить свое какое-то, так сказать, авторгическое хозяйство. Хотя авторгическое хозяйство сейчас никто толком не может сделать. Но хотя бы какое-то. Так что, я думаю, там есть много... Конечно, есть и стратегические моменты с нашей стороны. И Белоруссии хочется опереться на что-то. Там же с другой стороны Польша со сложными отношениями с Белоруссией. Так что есть моменты на сближение. Но я не сторонник сближения сверху, и сближения искусственным путем, и сближения вот таким вот образом, знаете, такими показушными рывками, связанными с каким-то действием типа выборов. Я считаю, что это должен быть органический процесс, процесс экономический прежде всего. И не только экономический, и социальный, и правовой, но это сближение должно быть снизу. Сближение, которое позволяет конкретным людям практически плоды ощущать. Владимир Петрович, вы предполагаете такой вариант при каком-либо стечении обстоятельств, что, скажем, через год, через два, через три, Лукашенко станет лидером определенных сил России? Или вы считаете, что это совсем невозможно? Но это возможно только в том случае, если страны объединятся... Но это возможно, на ваш взгляд? ...в одно государство. Или нет? Такая возможность есть или ее не существует? Я думаю, что такая возможность существует, но она очень мала. Она очень мала, потому что политическая элита Беларуси, это показало последнее событие, она не пускает, буквально тащит Лукашенко за штаны, когда он слишком далеко заходит в объединение. У нее хватит сил его за штаны удержать? Ну, элита ведь это группа товарищей, это значительно сильнее, чем отдельно взятый товарищ. Давайте послушаем, о чем хотели вас спросить москвичи сегодня на улицах города. Владимир Петрович, скажите, а как вот становятся послами? Послами становятся разнообразным образом, и я вам не расскажу, как надо стать послом, потому что я стал послом без всяких усилий со своей стороны и достаточно для себя самого случайно. Я думаю, что не случайно в том смысле, что я 25 лет перед этим занимался Америкой. Вот такая странная получилась в нашей стране ситуация. Человек, который занимался Америкой долго, стал послом именно в Америке, а не где-то еще, понимаете? Вот, но я был председателем комитета по международным делам Верховного Совета Российской Федерации, куда был избран, и там работал активно. И на какой-то стадии, я в это время был в Америке, позвонил мне сын и сказал, что вот, папа, говорят, что президентский указ существует о твоем назначении. Я говорю, не верь слухам, Москва полна слухов. Но на следующий день выяснилось, что указ такой состоялся. А почему у вас сын? Но со мной перед этим никаких разговоров на этот счет не было. А почему ваш сын узнал об указе? Раньше он... А потому что он был в Москве, а я в Нью-Йорке в это время. Вы общались с дипломатами нашими не только в Америке. Я имею в виду советских, а теперь российских. Чем отличается поведение российского дипломата из, скажем, американского или французского? Или ничем не отличается? На приемах, на каких-то таких официальных вещах? Вы знаете, дипломаты бывают не российские и не российские. А дипломаты бывают двух типов. Карьерные дипломаты МИДовского плана и политические назначенцы. Политические назначенцы – это люди, которые назначаются руководителями стран и так далее по каким-то соображениям, за что-то, в качестве платы за что-то. Таких много, в том числе и в Америке. Вот посол Страус, например, который был у нас перед Пикерингом, это был такой техасский бизнесмен, очень самоуверенный, классический техасец, который, конечно, в дипломатии ничего не понимал, в классической. Но он был назначен, потому что он был близок к президенту. Было много других назначенцев в других странах. У нас, как известно, были партийные назначенцы. После того, как партия у нас перестала быть правящей, на некоторое время спало количество назначенцев. Ну и потом были. Вот Костиков, например, как известно, он не дипломат, он назначен. Так что вот это два типа, скорее, такие есть. Вот я знаю, я в свое время коробовал комсомольской правды, я приезжал в любой город, и я мог работника обкома комсомола в толпе различить. Они отличались очень. Вот дипломат российский, он виден на приеме каком-то, что это именно наш, по одежде, по манерам, или мы уже стали такими же, как все остальные дипломаты? Ну, вы знаете, за последнее время ситуация изменилась. У нас в МИДовске есть очень квалифицированные, прекрасно знающие язык, и не один дипломат, и умеющие очень хорошо заниматься дипломатией. А что такое дипломатия? Дипломатия – это применение ума и такта к международным делам. Значит, надо знать международные дела, и быть очень неглупым человеком, который понимает интересы страны. Вообще, что касается посла, я всегда люблю говорить, что посол – это наполовину почтальон, наполовину официант, но с претензиями. Почтальон, потому что он должен передать послание, и очень в узких таких рамках его изложить. А официант, потому что в таких городах, как Вашингтон, Париж, ну, по три-четыре делегации каждый день приезжают, и надо их хорошо встретить, иначе в Москве много будет обиженных, так называемые дети. Скажите, когда вы работали послом, кто-то организует эти все приемы, готовит еду, это все русские люди, у нас русский повар? В посольстве – да, в наших посольствах – да. В, скажем, иностранных – не всегда так, потому что привезти, например, американского повара из Америки в Россию значительно дороже всегда было, сейчас ситуация подравнивается, чем брать здесь. Поэтому в иностранных посольствах, в других странах много работает людей из соответствующей страны. У нас и по соображениям безопасности, и по соображениям чисто экономическим обычно работали только наши люди в основных посольствах, и у нас были замечательные мастера. Я вообще считаю, что в посольстве главный персонаж – это повар, второй персонаж – это шофер посла, третий – это жена посла, а потом уже посол, понимаете. Я беру две точки вашей жизни. Начало вашей жизни, когда вы были на Третьей Мещанской улице, вы были, насколько мне известно, не совсем прилежным молодым человеком, вы росли во дворе, вы были, чтобы не сказать хулиганом, таким дворовым человеком, и потом вы стали через какое-то продолжительное время и стали заниматься политикой. Вот что-то из дворовых законов, из того, что вы научились во дворе, вам потом помогло в жизни? Обязательно. А что? Знаете, там ковался тип человека, смелого, иногда отчаянно смелого, и очень преданного своему, как бы это сказать, своей среде. Своей среде. Когда это выражалось, когда это уже уклонялось в такие, знаете, криминальные сферы, а это очень часто уклонялось в криминальные сферы, с детства, молодежные банды и так далее, это приобретало характер воровского закона уже, того или иного движения вверх по воровскому закону. Но когда человек преодолевал вот эту молодежную дворовую среду и входил уже, и заинтересовался чем-то более широким, понимал, что на самом деле человеческая этика и нравственность значительно шире, но вот какие-то очень твердые законы, не предать своих, так сказать, стоять за своих твердо, так сказать, и так далее, они оставались и соединялись с более широкой этикой и нравственностью, это придавало определенную твердость характера, твердость духа и простоту, нравственную простоту, я бы сказал. А когда вас чаще предавали? Когда вы вот были дворовым мальчиком Или когда вы стали политиком? Нет, дворовым мальчиком практически никогда не предав. Но это было страшно, кого-то предать. А что делалось в предательном дворе? Ну, я не знаю никаких. Ну, конечно, жестокие драки всегда существовали. Но главное, человек выпадал из счета приличных людей. Это самое главное. Он был одинок. А в политике, если человек предает? Его презирали. А в политике, если человек предает? Вечный пятый угол, так сказать. Что-то делают с человеком, который предал в политике? Или там такого вообще нет понятия? Нет, в политике, конечно, есть такое понятие. В политике есть две страшные вещи. Одна страшная вещь – постоянная тяга к маневрированию, органически переходящему в предательство своих принципов. Это есть, безусловно. Ради каких-то новых жердочек. И второе есть тяжелое дело – это когда человек, человек утверждается в каких-то ностальгических стереотипах, время которых прошло. Это тяжело, особенно для людей, которые долго в политике. За этим надо тоже следить. Давайте послушаем. У нас еще есть время послушать звонок. Костя, мы готовы послушать звонок. Да, да, вы знаете, только если вы не против, я сначала прочту звонок, который сорвался. Вот Сергей интересуется. Может быть, Владимиру Петровичу нужно играть более активную роль в блоке «Яблоко». Может быть, ему люди бы доверяли больше, чем Явлинскому? Вот такой вот вопрос. И второй вопрос Кате, пожалуйста, в прямом эфире задайте. Алло, добрый вечер. Я бы хотела узнать, вот сегодня прозвучало в одной из передач, честно говоря, не обратил внимания, где, что в США создана новая какая-то бомба водородная, которая способна уничтожать подземные бункеры наши, военные, там, где укрываются люди. Вот мне бы хотелось узнать, как господин или товарищ Лукин, не знаю, как сказать, правильно? Как он может прокомментировать эту ситуацию? Какое содружество, о каком содружестве? Владимир Петрович, у нас с вами остаются три минуты. Вот два вопроса. Ну, что касается первого вопроса, я считаю, что я на него ответил уже, когда перед этим говорил. Вы знаете, у нас в нашем объединении очень хорошая обстановка. Наша яблоко – это демократическая организация. И мы ругаемся, ссоримся, спорим по разным вопросам, но никогда не занимаемся мелкими грязными интригами, не подставляем друг другу ножки. Во всяком случае, это у нас не принято и встречает крайне, так сказать, отрицательные отношения. Такого не было, такого никогда не будет. Что касается Григория Алексеевича, то я считаю, что этот человек очень талантливый. Он по праву занимает позицию лидера организации, у которого, конечно, есть сильные и слабые стороны, как у каждого человека, как и у меня, и у других. Но, в принципе, он человек, который является хорошим лидером. А по поводу бомбы, вот что новое испытание новой бомбы, вы действительно тоже об этом слышали, я не знаю, слышали об этом вы. Можно ли говорить о дружбе с Америкой, если они продолжают испытывать какое-то новое оружие? Вы знаете, друзья мои, если вы не возражаете, я вас друзьями назову, не будем наивными людьми. Существуют разоруженческие процессы, существует баланс сил, существует равновесие. Мы заинтересованы в том, чтобы это равновесие, в том числе и ядерное, снижалось. Вы знаете, идут переговоры. Но это не мешает тому, что и у них, и у нас существуют просчеты наихудших вариантов. Существует научная работа различного рода. Должен нам сказать, что в Америке не строятся, насколько мне известно, новые системы ядерного оружия. Там, наоборот, сокращается ядерное оружие, хотя оно находится вполне в боевой готовности. В нашей стране тоже, насколько мне известно, новые ядерные боеголовки давно не строятся. Даже, значит, некоторые ядерные боеголовки сейчас в рамках соглашения СНВ-2, вот соглашения по сокращениям вооружения, отделяются от ракет. Поэтому не придавайте значения вот такого рода сообщения. Должен вам сказать, что и у нас, и у Америки, ядерного оружия достаточно, чтобы 15 или 20 раз друг друга уничтожить в ответно-встречном ударе, который неизбежно состоится. Вот ответно-встречный удар, взлетают американские соответствующие ракеты, и пока они не долетают до нас, летят наши. Это называется ответно-встречный удар. Вот не дай бог, если такой будет. Все эти разговоры о новых системах – это ерунда. Я благодарю вас за беседу. Мне кажется, нужно чаще так разговаривать о политике, но понятным языком. Мне что-то вы разъяснили, что-то не разъяснили, как и положено дипломату. Спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли. Всего вам доброго. До свидания. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok